Спасибо! Начинаем 14-ю лекцию по теме «Введение в Ветхий Завет». В нашей последней лекции мы узнали о формировании Ветхозаветной Библии и её хранении. Давайте рассмотрим, как Библия Ветхого Завета, которая сохранялась и передавалась, связана с нашим сегодняшним писанием. Мы увидим, как наша Библия, будь она на корейском, русском или английском языках, стала тем, чем она является сегодня. Как нам стало известно из последней лекции, Ветхий Завет написан на иврите и арамейском языке. Старый Завет хранился и передавался на иврите. Нужно задуматься. Прочтём ли мы еврейскую Библию и поймём ли её? Корейская, английская и русская Библии происходят из еврейского писания, которая называется масорецким текстом. масора – это копия Ветхозаветной Библии, написанной на иврите. Эта копия сделана между пятисотым и тысячным годами нашей эры. Примерно в пятисотом году Новой эры в районе Галилеи потомки традиционных книжников, называемых масора, собрались вместе и завершили еврейскую Библию, включив в неё гласные буквы. Богословы-масоры придерживались традиций книжников, которые изначально хранили и передавали Ветхозаветный канон. Они присоединили отсутствующие гласные буквы к согласным. Еврейские книги Библии, созданные масорой, являются ценными по многим параметрам. Но копия, именуемая Ленинградским кодексом, имеет особую значимость. Наша современная Библия происходит из этой копии. Поскольку копия хранится в Санкт-Петербургской библиотеке в России, бывшей Ленинград. Она называется Ленинградским кодексом. Когда при изучении своей корейской, английской или русской Библии нам приходится ссылаться на оригинальный еврейский текст Писания, мы ссылаемся на ленинградскую копию еврейской Библии. Несомненно, трудно проверить, насколько схожа ленинградская копия с исходным текстом. В настоящее время у нас нет оригинальной еврейской Библии. Однако мы смогли подтвердить, что масоретский текст фактически близок к исходному. Это подтвердили свитки Мёртвого моря, которые были записаны во II веке до нашей эры. Еврейское Писание, обнаруженное в Кумранских пещерах Мёртвого моря в Израиле, называется «Свитками Мёртвого моря». Пастух пасущий своих овец. В 1947 году обнаружил Кумранские пещеры. В этих одиннадцати пещерах были найдены свитки Ветхого Завета, которые, согласно изучению, были написаны между вторым и первым веками до нашей эры. В дополнение к найденным ветхозаветным свиткам, которые, как считается, были написаны общиной Кумран, в пещерах обнаружили другие тексты, а также апокрифические и псевдоэпиграфические книги. связанные с общиной Ессеев. Часть Библии Ветхого Завета, написанной за 200 лет до прихода Иисуса Христа, была практически идентична массорецкому тексту. В связи с этим мы можем быть уверены, что копия сегодняшней массоры является является точным воспроизведением исходного текста Библии. Также были обнаружены остатки еврейской Библии, написанной написанной третьим и вторым веками до нашей эры, именуемой папирусом Нэша. Папирус Нэша включает в себя десять заповедей и молитву веры Шма-Эсраэль, Которая появляется в шестой главе книги Второзакония. Кроме того, были открыты книги на иврите, написанные после второго века, новой эры. Они назывались Самаритянское Пятикнижие. В Самаритянском Пятикнижии записаны детали деятера канонического периода. Вы слышали лекции по третьей и четвертой книгам царств. Какой областью была Самария? Самария являлась столицей Северного Израиля. В 721 году до нашей эры город захватила ассирийская армия. Северный Израиль пал. Но не все люди забыли Господа Израиля. Некоторые из народа высоко ценили еврейскую Библию. И даже построили храм на горе Гризим. И в нем поклонялись Богу. Самаритяне, которые прославляли Всевышнего на горе Гризим, использовали еврейскую Библию, которая называлась Самаритянским Пятикнижием. Они признавали каноном лишь Пятикнижие. Некоторые части Писания они удалили и отредактировали. Самаритянское самаритянское Пятикнижие во многом идентично Масори. Мы не можем отрицать тот факт, что что в самаритянском Пятикнижье и Масоретском тексте есть существенные различия в словах и в грамматике. мы изучаем то, что осталось от еврейской Библии. подводя итог всему тому, что мы узнали, можно предположить, что папирус Нэша «Свитки Мертвого моря» и самаритянское Пятикнижие были написаны примерно в двухсотом году до нашей эры. У нас есть Масора которая является еврейской Библией и которую нам передавали с пятисотого года нашей эры. Есть копия, которая может доказать что еврейская копия Масоры очень схожа с оригинальным текстом. Это Ветхий Завет, написанный на греческом языке. Эта Библия была написана примерно во втором веке до нашей эры. Нео-Вавилонская империя уничтожила иудею в 586 году до нашей эры. Благодаря книге Иеремия можно узнать, что Иеремия и оставшиеся иудеи отправились в Египет и жили там. Перед падением израильтяне действительно жили в Египте. Но после падения иудеи там стало проживать еще больше людей. Одно из мест, где они поселились была эллифантина. Евреи построили там храм. И многие перебрались на этот остров. птолемеев. После того, как Александр Македонский завоевал Месопотамский регион и умер, там правила династия Птолемеев. они построили город Александрию, которая стала центром. Существовал человек по имени Дмитрий, который был главным библиотекарем Александрии. Он жил в двухсотых годах до нашей эры и предложил египетскому царю Птолемею перевести еврейскую библию на греческий язык. Птолемей согласился на это предложение. Он написал Елеазару иерусалимскому первосвященнику, чтобы тот всячески помогал Дмитрию. Елеазар, первосвященник того времени, отправил шесть человек из каждого рода, что составило в общей сложности семьдесят два человека. Он отправил их на остров Порос. где они и перевели еврейскую библию на греческий язык. По этой причине эта библия называется септуагинтой. Число семьдесят записанное римскими цифрами. Ее именуют септуагинта. Ветхозаветная библия переведенная на греческий язык является самой старой в своем роде. септуагинта септуагинта это одна из копий, которая лучше всего отображает оригинальную копию Ветхого Завета. септуагинта не сильно отличается от Масоры. Она включает в себя не только Ветхий Завет, но и некоторые апокрифические переводы. Авторы новозаветной Библии используя в своих писаниях слово из Ветхого Завета ссылаются на нее. Поэтому, когда мы пытаемся собрать воедино исходный текст, Масора и септуагинта играют очень важную роль. Септуагинта была скопирована в качестве Синайского и Ватиканского кодексов в IV веке н.э. септуагинта кодекса септуагинта кодекса Кроме того, ее скопировали в V веке и назвали Александрийским кодексом. ее копии хранятся в Британском музее. септуагинта существует в других экземплярах, таких, как копия Феодатиона и Симмаха. Римско-католическая церковь высоко ценит Латинскую Библию, называемую Вульгатой. Вульгата основана на септуагинте. В дополнение к еврейской и греческой Библии существует Арамейский Ветхий Завет. Эти Арамейские тексты известны как Тарумы. Тарум, написанный около 4-го и 5-го веков нашей эры, является Ветхозаветной Библией. Существующей в комментариях в Тарумы включены Вавилонский, Палестинский и Анхилийский Тарум. Кроме того, около 3-го и 4-го веков нашей эры был сделан коптский перевод Ветхого Ветхозавета. На перевод скоптского на египетский большое влияние имела септуагинта. Эти Ветхозаветные Библии, написанные на греческом, еврите и арамейском языках в 3-м и 4-м веках до нашей эры, были переведены на английский язык, который в свою очередь перевели на корейский, китайский и так далее. До сих пор мы изучали формирование Ветхозаветной Библии, ее сохранение и передачу, а также полученные в результате различные ее копии. Теперь же мы вернемся к Ветхому Завету и изучим первую и вторую книги про Липоменон. Они являются частью исторических книг. Эти две книги посвящены истории царств. В третьей и четвертой книгах царств записаны подробности о правителях Северного Израиля и Южной Иудеи. Однако первая и вторая книги про Липоменон сосредоточены на царях Иудеи. В первой и второй книгах про Липоменон и в третьей и четвертой книгах царств имеются отличия в содержании, а также в них существуют богословские различия. Причина заключается в разных периодах времени. Третья и четвертая книги царств это Божьи слова написанные с упором на период плена. В то время как первая и вторая книги про Липоменон были написаны после возвращения из плена. Третья и четвертая книги царств объясняют почему Израиль и Иудея пали и получили Божье наказание. Они также говорят о том, что люди должны делать. Иными словами третья и четвертая книги царств включают в себя послание покаяния Всевышнему и надежду на Божье спасение. В свою очередь слово из первой и второй книг про Липоменон Если мы взглянем на слово из первой книги про Липоменон с первой по девятую главы то увидим генеалогию перечисляющую имена. Она берет начало от Адама и заканчивается именами людей возвратившихся из плена. Господь исполнил работу спасения после времен Адама. Он также показал нам свою верность. восстановление Израиля даже после того, как тот столкнулся с его возмездием. В отличие от царя Саула, Который отказался от Господа и не обращался к нему. Давид представлен царем, доверяющим Всевышнему и желающим построить храм. В первой книге Паралипоминон и в первой половине второй книги Паралипоминон сказано о Давиде и Соломоне, о том, как они чтили Божий храм и были благословлены служа Богу. В этих главах подробно объясняется то, как Господь исправно являет свою милость тем, кто ставит его и его святилище превыше всего. в соответствии с этим стандартом вторая книга Паралипоминон повествует о царях, следующих после Соломона. когда иудейские царства вели себя подобно Соломону и Давиду, они получали Божье благословение, но стоило им лишь отвернуться от Всевышнего, как их постигало наказание. в третьей и в четвертой книгах царств Всевышний наказывает правителей за их грехи не сразу. Соломон является тому ярким доказательством. Несмотря на нечестивость царей, были времена, когда Бог проявлял терпение и не наказывал сразу же. в первой и второй книгах про Липоменон Господь не тянул с благословением иудейского народа, поставившим во главе своих приоритетов Господа и его храм. Но когда они покинули Всевышнего и оставили поклонение ему, Бог незамедлительно послал им наказание. Во время всего происходящего произошло нечто важное. Господь дал обещание защитить род Давида и сохранить его династию в качестве своего вечного царства. Бог наставлял дом Давида и обещал построить через него вечное царство. Иисус это тот кто пришел как потомок Давида и принес на землю Божье царство. Почему в первой и второй книгах про Липоменон Всевышний незамедлительно ответил и дал обещание роду Давида. Последняя часть 36 главы второй книги про Липоменон посвящена возвращению иудейского народа. Первая и вторая книги про Липоменон появляются через сто лет после возвращения евреев из плена. Мы узнаем об этом периоде времени из книги пророка Малахии. В то время народ возвращается из плена. И строит второй храм чтобы поклоняться Господу. Но политически род Давида не царствует. Иудеи вернулись из плена. Но они все еще жили под персидским владычеством. Без династии Давида они являлись политическими рабами Персии. Народ праздно относился к Божьему храму. И не особо почитал Господа и не поклонялся ему. Первые две книги Паралипоминон это Божье слово к этим людям. Если израильтяне будут упорно трудиться и служить Всевышнему то он благословит их. А также сдержит свое обещание о доме Давида. Итак, книги являются словом Господа иудейскому народу. Словом о том, что они должны выпрямить свои пути. неустанно трудиться и служить Богу. Продолжим разбирать период после плена. Его можно найти в книгах Ездра, Неймия и Русь. Они рассказывают о возвращении из плена. с первой по шестой главы книги Ездра охватывают первое переселение людей из Вавилона. главы с седьмой по десятую повествуют о втором возвращении из плена. Книга Неймия рассказывает о третьем переселении. Книга Русь показывает жизнь божьих людей в Персии. В нашей следующей лекции мы углубимся в слово относящееся к периоду после плена. Спасибо.